Меня зовут Берков Олег, я артист Омского Академического Государственного Театра Драмы. Я люблю путешествия, я люблю тяжелый рок и люблю крепкий сон. Мои родители очень любили читать, и у нас была большая библиотека и дома. Она копилась как раз с советского времени, конечно же, и в деревне была огромная библиотека у бабушки с дедушкой. Детские книги я любил, когда мне их читали, и сам любил читать очень. Но потом, когда я начал расти в юности, и началась школа по внеклассному чтению, на уроках литературы, мне было не всегда интересно. Примерно, наверное, класса до восьмого. Немножко было тяжело, тяжело собрать внимание, чтобы не перечитывать одну и ту же страницу по три раза. И мне это не нравилось, я думаю, наверное, это неправильно, наверное, это немножко не мое, потому что у меня не получается, мне вроде как хочется, и меня заставляют, а через силу ничего не выходит. А потом я поступил в театральное училище. Там, конечно же, я понял смысл философии тяжелых авторов, и это было очень интересно. Почему я стал актером? Потому что вот папа мне любил читать, очень погружаясь и интонируя. То есть там, например, таракан, таракан, тараканище, как написано у Чуковского через дефисы или тире, так он и читал. И мне это все нравилось, потому что это было интересно. Очень люблю приключения с детства, фэнтези, и детективы тоже я люблю читать. К электронным я так и не привык, у меня была электронная книга, но она как-то так запылилась, потому что это не то. Я всегда использовал бумажные. Аудиокниги я слушаю, но важна звучка. Пока я не готов все слушать. Мне интереснее читать самому. Сегодня я хочу рассказать вам о книге Джона Рональда Роуэлла Толкина «Сильмариллион». Вот она. Попала эта книга не в этом издании совершенно, в другом. Мне где-то в возрасте 14 лет, когда я только познакомился с театром. Я пел в музыкальной школе, просто как бы в кружке хоровом. И потом мы перешли в ДК, и у нас образовался такой молодежный театр, где мы вдруг играем мюзикл. И это был мюзикл по одной из глав «Сильмариллиона» – «Паллада Беремии Лютиан» – одна из основных глав, по мнению Толкина. Конечно же, в возрасте 14 лет такую книгу прочесть непросто, потому что очень-очень много информации, очень много имен, очень много названий. Тем более еще ты как бы постоянно занят. У тебя там и секции какие-то, и школа, и еще театр. И, в общем, только по ночам когда-то удавалось. Я был просто поражен. И, конечно же, я, когда занялся театром, столкнулся еще и с Толкинистикой. Общался с этими людьми ролевого движения и Толкинистами конкретно. И это сумасшедшие люди, которые знают, ну, как бы, можно сказать, все наизусть. Мы не отрепляемся от друзей, но разве не долг дружбы, а прибыль другом за безрассудство? Начинается сотворение мира, как один эру создатель Илуватар создал неких ангелочков Айнуров, которые плели песни и создавали эту вселенную или галактику, вселенную. Все создавалось в любви, в каких-то божественных и наикрасивейших песнях. Один из них, которого звали Мелькор, а впоследствии Моргат и главный враг, он не хотел идти вместе со всеми и петь вместе со всеми одно и то же. И вот он нарушением, как бы, этого настроения всеобщего и зародил вот это, как бы, что добро не может быть без зла. Конечно же, из власти идут войны, бесконечные войны, разруха бывает. Иногда процветает мир, но все время находится какой-то враг. Все время есть вот эта противоположность добра и зла. Меня больше всего впечатляют, например, дуэли. То есть есть у Толкина, так как это вот эльфийский, все зарождалось песнями, у него есть поединки на песнях. Некая сила, некая вот эта вот внутренняя и внешняя энергия, которой борется добро и зло. Это история человечества. Несмотря на то, что это сказка и фэнтези, там есть другие расы, там немножко все преувеличено, там честь как бы остается до конца. Хотя у нас в нашей истории честь уже, то, что поруга, она стерта чуть-чуть, то там это как бы табу, там есть свои табу. В каждой главе, в каждой истории есть история человечества. Это и добро и зло, это и, например, любовь, страдальческая любовь. Особенно вот в самой главной девятнадцатой главе балладе «Оберения и лютия» там влюбляется человек в эльфийку, и она в него огромной любовью, которая как бы выше всего. И он это не может объяснить, как это. Он говорит, это любовь, такой никогда не было. И вот там, конечно же, проблемы отцов и детей, того, что они не могут быть вместе, они не могут жить вместе, и все упирается во всяческие проблемы, которые они вместе преодолевают. Им разрешают прожить еще одну человеческую жизнь и умереть как бы по-человечески. Такие истории, которые бывают в жизни у нас, конечно, не так преувеличены, но я думаю, что это все про нас. Именно эту книгу я бы порекомендовал больше молодежи. Вот именно где-то лет с 15 до там, ну, наверное, до 25. Потому что потом уже человек не так сильно верит не то, что в сказки, а как бы уже уходит глубоко в реализм, в основном, да, нормальный докладный человек, что ему будет непросто поверить, потому что очень много информации, которую нужно еще как бы самому сфантазировать до какой-то конкретной картинки. Книги для меня – это традиция. Традиция семейная в узком кругу, традиция страны, истории нашей страны, традиция мировой истории. Я учился в школе, заканчивал хим-физмат. Так вышло, я хотел стать врачом. Но я любил историю, любил русский язык и литературу. Вот, доучился и пошел в гуманитарный. И мне хочется своим детям прививать, как бы, любовь к книгам, потому что это история. Субтитры создавал DimaTorzok